Защита прав потребителей путем контроля за соблюдением всевозможных санитарных норм – главная задача сотрудников Роспотребнадзора. Накануне эти специалисты отметили свой профессиональный праздник. Уже на протяжении многих лет отдел Роспотребнадзора возглавляет Валерий Иванович Коноплев. После окончания медицинского училища я был направлен в городскую санэпидстанцию, где добросовестно отработал 3,5 года и сразу поступил в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт на медико-профилактический факультет, который закончил в 1984 году и пришел на работу опять же в свой родной город, в свой родной район. Контроль качества питьевой воды, введение статистика о присасываниях клещей, различные рейды – это лишь малая часть работы сотрудников Роспотребнадзора. Непростая и в то же время интересная работа. В отделе Роспотребнадзора работают квалифицированные специалисты. В территориальном отделе работают замечательные специалисты, молодые специалисты. Сергей Александрович Сивков у меня заместитель. Работает Наталья Ивановна Ширяева, она занимается эпидемиологией, старший специалист первого разряда. Баранова Ирина Юрьевна, она ветеран у нас, помогает по охране здоровья детского населения. Ведущий специалист Елена Александровна Пахтусова. В числе молодых специалистов работают Ирина Долгина. Девушка трудится в отделе Роспотребнадзора уже порядка 7 лет и за это время заслужила доверие и уважение коллег и начальства. Связать жизнь с медициной Ирина Долгина хотела с детства. Профессию выбрала после окончания школы сразу же и пошла целенаправленно на медико-профилактический факультет. После окончания интернатуры поступила на работу в Роспотребнадзор и работаю здесь уже седьмой год. Работаю по направлению коммунальная гигиена, но также в том числе хожу по другим различным объектам и по объектам образования, и по общественному питанию, и по торговым точкам. Проводя проверки, Роспотребнадзор уделяет особое внимание объектам, которые связаны с продуктами питания, медикаментами, оказанием услуг, а также особо пристально проверяют детские организации. Проверки делятся на два вида – плановые и внеплановые. Например, в декабре прошлого года прошел рейд с участием сотрудников Роспотребнадзора и полиции. Тогда было изъято порядка 150 флаконов с боярышником. А совсем недавно была проверка территории Великого Севского района на наличие несанкционированных свалок и проверка почвы на загрязнение. Сейчас мы перестраиваемся на работу в рамках риск-ориентированного надзора. То есть здесь это создание соответствующих, и мы уже создали соответствующий риск-ориентированный реестр объектов. Их у нас где-то объектов порядка 2000. Ну и здесь для чего это все делается? Чтобы направить свою деятельность не на низкие риски, где объекты, а на более высокие, так, чтобы эффективнее еще работать и не напрягать, конечно, бизнес мелкий. Значит, напрасно не переходить к нему с этими проверками. Отметим, что в отделе Роспотребнадзора больше половины сотрудников с высшим медицинским образованием. Ответственная и интересная работа, каждый день что-то новое. В минувшую пятницу сотрудники санитарно-эпидемиологической службы принимали поздравления в свой адрес. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции. Юрий Воронин, Максим Колосов.